Твою мать, твою-то мать, какой кошмар, какой кошмар, ужас, извините, а можно? Блин, на открытие нельзя, да? Автором видео оказался актер русского драматического театра Владимир Барташевич. Вместе с труппой он возвращался с фестиваля, который проходил в Новосибирске. Впрочем, как туда ехали, видели, много леса горело. Но это было днем, такой страшной картины ночью мы не видели. А ночью, когда выключили уже свет, мы ехали, мы подумали, что включили дежурку ночную в вагоне. А на самом деле это освещалось все от пожаров. И вот поздно я вытащил камеру, начал снимать, и там горело все. Естественно, в вагоне дыма очень много было, все похватались за телефон и начали снимать. Владимир начал снимать через 20 минут пути после станции «Зима». По словам актера, лес горел практически на протяжении всего пути. Видео тут же разлетелось по сети. Жители Бурятии активно комментируют происходящее. Добро пожаловать в ад. У меня слезы на глаза наворачиваются, когда я вижу, что леса горят. Неужели людям не жаль? Неужели они не понимают, насколько это серьезно? Мы сами уже, наверное, большими шагами уничтожаем свою планету, свой мир. Я не могу смотреть на это спокойно. Тем временем, сегодня ночью огонь чуть не уничтожил базу отдыха в Брукзинском районе Бурятии. Пожар очень близко подкрался к туристическому комплексу, который находится в двух километрах от села Улюн. Интернет-пользователи накануне опубликовали фото с пожарами в этой местности. К турбазе тут же прибыли лесники. Всеми силами они пытались остановить пылающий огонь. Проложили минерализованную полосу, провели встречный отжиг. Тушение пожара длилось почти до рассвета. В итоге лесникам удалось справиться с горящим пламенем, и оно не добралось до зданий, в котором находились люди. Однако пожар до сих пор не ликвидирован. Судя по всему, ситуация с лесными пожарами так и сохраняется напряженно, несмотря на прошедшие накануне дожди. А в Гринписе России и вовсе заявили, что полностью потушить огонь в лесах Бурятии уже нельзя. Те площади, которые реально есть, причем мы пользуемся ровно теми же средствами определения площади, что и федеральная агентство лесного хозяйства, она, соответственно, вот дает такие площади, которыми мы оперируем. При этом официальные отчетности, еще раз говорю, площади за местный порядок, при этом те площади, которые даются официально, ну то есть это реально, прошу прощения, они, к сожалению, уже не поддаются ликвидации. Гринписе заверяет, что сегодня надежда лишь на дожди. Отмечу, что на утро 25 мая, по данным агентства лесного хозяйства, зафиксировано 9 действующих пожаров, что в два раза меньше, чем вчера. Но насколько правдивы эти данные? Наталья Домбаева, Александр Хомаганов, Первая альтернативная.